Больше половины взрослого населения планеты ежедневно читает газеты преимущественно в бумажном формате. Это примерно 2,5 миллиарда человек. В цифровом же около 600 миллионов. Таковы данные Всемирной газетной новостной ассоциации. В России с момента появления первой газеты прошло более 300 лет. Но до сих пор этот вид средств массовой информации не теряет своей актуальности. Наша родословная ульяновская, симбирско-ульяновская печать идет с 1838 года, когда вышел первый номер газеты «Симбирские губернские ведомости». Ну вот уже прошло много-много десятилетий и почти два столетия совсем скоро будет, когда отмечается вот этот праздник. А сегодняшний праздник отмечается он не так давно, январский, вот я имею в виду 13 января. Но он уже становится традицией и появляются традиционные черты этого праздника. Вот, например, в рамках празднования Дня российской печати мы подводим итоги конкурса на соискание ежегодной областной премии в сфере журналистики. Накануне Дня российской печати традиционно объявляют победители всероссийского конкурса «Золотой фонд прессы». В нем участвуют газеты со всей страны. Это и региональные вестники, и районные издания. В этом году сразу три ульяновские районки стали лауреатами и удостоились отличительных знаков «Золотого фонда прессы». Это Вишкаемские вести, Кузоватовские вести и Индинская газета «Вперед». Нашим читателям интересно все. Поэтому стараемся на страницах газеты рассказать о том, что происходит в районе, области, стране и мире. Кроме того, пишем о людях, о семьях. Как правило, победа какого-либо издания – это заслуга целого коллектива. Ведь мало собрать информацию и написать статью. Материал проходит через корректоров, верстальщиков. Отправляется на печать, чтобы в конечном итоге читатель увидел любимый номер и узнал последние новости. В нашем отделе верстается несколько газет. Ульяновская, правда, народная, районки. Также у нас производится корректура. Народ видит газеты наши еженедельно, какие-то там по два раза в неделю. Журналы также. Мы их так немножко совершенствуем. Стараемся совершенствовать, не стоять на месте, чтобы как-то менять лицо газеты. Сегодня День печати – это праздник всех видов СМИ, когда поздравляют журналистов теле- и радиовещания, интернет-изданий. Кстати, многие печатные СМИ меняют формат и становятся мультимедийными, выпуская не только печатные, но и электронные версии газет и журналов. Я бы хотел пожелать всем своим коллегам, во-первых, очень хорошего здоровья, потому что наша профессия журналистская, она очень требует много сил. И журналист, который в творческой, хорошей, физической форме, он больше сделает, у него будет больше отдачи. Вот я хочу, в первую очередь, пожелать здоровья, творческого вдохновения, но и новых творческих находок, новых творческих совершений. Екатерина Мазуряк, Александр Кудряшов, репортер 73.